Добрый день! Меня зовут Татьяна Данилова и я являюсь участником чемпионата мира по бизнесу. Наша команда «Счастливчики». Сегодня я делаю видео с прекрасной, очаровательной и очень милой девушкой, звать её Иванова Лариса. Дело в том, что с Ларисой мы знакомы уже более трёх лет и мне нравится её позитивное отношение к жизни, мне нравится её стремление добиваться и у неё это получается. И сейчас я проведу это интервью именно с этой девушкой, которая нам расскажет о своём состоянии, состоянии счастья и успеха. Лариса, первый вопрос, который бы я хотела тебе задать, это расскажи немножко о себе. Я сегодня самостоятельно активная путешественница, которая на протяжении трёх лет путешествовала практически каждый месяц. Когда-то это было мечтой, на сегодня эта мечта сбылась, как и прочие-то многие другие мечты. Я хочу обратить внимание на то, что когда вам часто говорят снимите розовые очки и их не одевайте, вы наивные, вы верите в чудеса, то я скажу вам наоборот. Верьте в чудеса, будьте наивными, всегда радуйтесь как дети и притягивайте себе чудеса. Они действительно сбываются и в нашем временном пространстве очень много всевозможных вариантов, чтобы вы их исполнили. Поэтому просто ловите знаки, просто Господь всегда видит то, чего мы хотим и мы получаем какие-то сигналы, которые нужно видеть, нужно доверять и нужно идти по этому пути. Ну, я так понимаю, путешествие это уже стал стиль жизни на сегодняшний день. Да, да, да. Вот, но вероятно, прежде чем это появилось, было нечто другое в твоей жизни. Что это было? И вообще, вот, путешествуют люди действительно успешные и к успеху приходят. А что способствовало именно такому успеху именно у тебя? Ну, прошла, конечно, свой жизненный путь. Работала в детском доме, жила в разных условиях, знаю, что такое удобство на улице. Поэтому те, кто из вас сегодня говорят, у меня нет денег, у меня нет возможности, я что-то не умею, я не такой и так далее. Ну, знаете, оправданий хороших не бывает. И я тоже могу привести примеры, когда я не могла нормально отметить день рождения, пригласить в свой дом своих друзей так, как мне это хотелось, потому что это были не те условия, мне было просто неудобно. Удобства были на улице и так далее. Были разные ситуации. Ну, знаете, вот это вопрос решения, чтобы ты всё-таки шёл к своей цели, чтобы ты не сдавался, чтобы ты искал какие-то пути. Я приняла для себя решение, что я всегда буду позитивная. То есть, когда мне говорят, ой, Лариса, ты всегда весёлая, ты такая оптимистка, на самом деле это вопрос решения, потому что мне, как и любому эмоциональному человеку, свойственны разные эмоции. Я могу злиться, я могу рычать, я могу... Но я приняла решение, что я буду позитивная. Приняла решение, что все удачи, неудачи, слава Богу, потому что это мой опыт, это жизнь, и что так должно быть. И слава Богу, жива, здорова, радуюсь за свою семью, путешествую, имею свободное время, живу, в общем-то, так, как я хочу, радуюсь жизни. Меня не покидает чувство счастья. Я люблю танцевать, я люблю природу, я люблю общение с интересными людьми, люблю учиться, развиваться, путешествовать. Вот всё это в совокупности — это интересная жизнь. Меня окружают разные люди, очень творческие, музыкальные, путешественники, люди такие, которые тоже стремятся расти, развиваться, у которых я могу тоже чему-то учиться. Мне нравится, что у меня есть такие вот разные интересные друзья, среди них очень много верующих людей. Мне с ними интересно. Я хочу сказать, что если вас окружают умные люди, которые не верят в ваши мечты, то знайте, что вас будут окружать и умные люди, которые будут верить в ваши мечты. Вот из тех умных выбирайте тех, кто вас поддерживает. Потому что очень важно, с кем мы общаемся, очень важно, когда мы всё-таки настроены, вот сфокусированы на том, к чему мы стремимся. И наши мечты, они действительно сбываются. И чудеса у нас бывают. И я порой даже сама иной раз удивляюсь, как это не сон. Мне иногда хочется себя ущипнуть, потому что я боюсь, что я проснусь, а оказывается, это сон. Вот несколько раз такое в жизни было. Я об этом говорила на канале YouTube, в своих видео. Поэтому жизнь прекрасна, жизнь удивительна. Поэтому любите жизнь, принимайте все благо, будьте счастливы, потому что по вере вашей и по решению вашему будет так. Я, Лариса, ещё знаю, что ты создавала и на данный момент также создаёшь команды, команды людей. И хорошо также понимаешь, что эти команды тоже успешные. Вот. И бизнес у тебя процветает. Вообще, имела ты несколько, может быть, бизнесов, да? Как ты сейчас относишься? Должен быть один бизнес вообще у человека? Или их, возможно, несколько? Да. Я сейчас точно за несколько. Потому что прошла этот путь. Ну, не так много было компаний. Но были действительно компании с партнёрскими программами, сетевой бизнес. Слава Богу, что это было в моей жизни, потому что это было очень мощным толчком к росту, развитию. И знаете, вот общение с людьми – это тоже искусство. И я в школе, когда училась, я была достаточно замкнутым человеком. Да, я помню, я в музыкальной школе, когда училась, я, знаете, помню уроки с альфеджио, ну, там какие-то ещё, там хоры, вот сидят все в компании, девчонки, ребята, что-то друг другу рассказывают, смеются. Я всегда сама по себе в сторонке. Я не очень была открытый человек. И я рада, потому что вот благодаря сетевому маркетингу я совершенно поменялась, потому что я сегодня легко ознакомлюсь со всеми. Я могу легко человеку сказать что-то приятное, если мне что-то в нём понравилось, да. Я не смущаюсь, я могу знакомиться везде, запросто, вот как-то легко и легко общаюсь с людьми. Поэтому что такое строить команду? Если ты чем-то сама горишь, тебе это нравится, если ты для себя выбрала это лучшее, то, конечно, нужно этим лучшим делиться. И у меня тоже это легко получается. У меня не стоит вопрос, где брать людей, потому что я, наверное, командный игрок. И мне интересно, если я горю какой-то идеей, причём это не касается именно только сетевого маркетинга. Вот у меня в моей квартире что только не было. Мы тут занимались танцами, тут были и клуб бизнесменов, тут был и разбор Библии, домашние христианские группы. А я многое могу ещё перечислять, да. То есть если чем-то горю, вокруг меня обязательно находятся единомышленники. Поэтому это не только бизнеса касается. Если вы для себя что-то выбрали, делитесь этим хорошим. Когда вы действительно горите, то люди будут идти за вами. У меня это так получается. У меня сейчас вопрос по-другому стоит немножко. И вы сегодня это видели, наблюдали, когда наоборот люди обижаются, что я не всем уделяю внимания, не успеваю кого-то зарегистрировать. Люди некоторые приходят с деньгами, и я говорю, ну извините, сегодня уже мы не успеваем. Другой раз, пожалуйста, приедьте. А порой они приезжают из каких-то даже городов. Вот у меня нет вопросов, где брать людей. У меня есть вопрос, почему так мало часов в суток, как это делегировать, как это успевать. И совмещать с той жизнью, которую веду я. Но слава Богу, что сегодня есть интернет. И даже в путешествиях можно строить бизнес, бизнес, можно общаться с людьми. Вот для этого сегодня есть все инструменты. Здорово. Как родные относятся именно к тебе, к твоим увлечениям? И как много внимания уделяешь своим родственникам? Потому что ты всегда в путешествиях, да? Они, наверное, редко тебя видят. Ежемесячно видят. Кроме одного раза, когда я уезжала на три с половиной месяца. Да, Талант, Малайзия, Бали, Сингапур. Но я тогда общалась с ними по скайпу. Вот. Теперь общаюсь чаще, вижусь чаще. Ну, путешествую. Три недели где-то я была в апреле. Несколько стран Европы сразу посетила. Вот это такое длительное. А так стараюсь, чтобы было две недели хотя бы не больше. Но от отдыха тоже нужно отдыхать. Это действительно сегодня стиль жизни, когда понимаешь, что можно и путешествовать, и зарабатывать в путешествиях, общаться с людьми через скайп, например, через другие. У нас сегодня много видов связи, взаимодействия. И это классно, когда ты сама себе выстраиваешь тот режим, то пространство, которое тебе комфортно, когда ты можешь раздвинуть рамки, когда ты можешь общаться с людьми всего мира и уделять время, внимание семье тоже. Знаете, семья, они очень рады, когда ты приезжаешь и даришь какие-то подарочки, привозишь. Да, вообще, когда мы ни в одной доме живем, когда мы немножко на расстоянии, когда мы и на большом расстоянии, потом встречаемся, мы за друг другом соскучиваемся, мы рады, мы друг друга обнимаем. И так жизнь еще прекраснее становится. И хорошо, когда ты можешь привозить какие-то подарки, какие-то такие интересные кайфовые штучки разные, свой позитив, и привозишь это в свою семью. Это, конечно, здорово. В последний раз внучками путешествовала. Была в отеле «Богатырь» в Адлере. Всем рекомендую, потому что это чудесный замок с выходом в Сочи парк, бесплатным выходом. И мои внучки себя чувствовали принцессами. Ну, кайфово, действительно, классно вообще отдохнули. Здорово. Лариса, ну вот все, что ты рассказала, оно действительно настолько насыщенно этим позитивом, такой энергия благостная. Что ты могла бы пожелать именно людям, которые, может быть, начинают только свой бизнес? Какие первые шаги могли бы сделать? И вообще, как могли бы себя проявить? Как можно быстрее? Потому что сейчас очень моторный такой век. Надо успеть все и еще успеть и заработать. Да, да. Сегодня очень важный ресурс действительно времени, ресурсы финансовых различных комбинаций. И вот это очень важно использовать. Действительно, время быстро летит. Мы сегодня, наверное, все это видим. И знаете, если я раньше тоже имела какие-то шоры, одевала их на своих партнеров, уткаюсь, и я говорила, вот работаем в одной компании, и вот эти вот шаблоны вешала на других, которые мне навешивали, да, чтобы на двух столях не сидишь. В тот период, может быть, это так и нужно было, и правильно это тоже был путь. Но сегодня, по прошествии времени, мы видим, что ничего вечного не бывает. И порой человек, отдав сколько-то лет той или иной компании, являясь ее там, ну не знаю, каким фанатом, поклонником, в результате проходит время, и он остается у разбитого корыта, потому что то ли компания закрылась, то ли она уже на сегодня не такая современная, не такая востребованная, или ее продукция, и появились какие-то более конкурентные, лучшие продукты, лучшие компании. И потом человек часто в растерянности ищет, начинает что-то заново. Вот я через это тоже проходила. Поэтому я хочу сказать, что вот диверсификация, есть такое прекрасное слово, когда говорят наоборот, не храни яйца в одной корзине, да. Поэтому это очень важно. И когда у тебя несколько финансовых потоков, то ты уже имеешь подушку финансовой безопасности, ты знаешь, что ты защищен. Потому что даже если в каком-то бизнесе просадка, но у тебя есть какие-то запасные варианты. Вот это важно. И вообще, как сегодня рекомендуют бизнесмены, да, такие гении денег, они говорят, имей деньги в разных странах, да, в разной валюте. Делай диверсификацию в плане того, что есть рисковые, есть нерисковые компании более стабильные, надежные, есть рисковые, высокодоходные. И вот делай примерно 80 на 20. Вот такой принцип штанги. И, конечно, трать на себя любимого. Потому что есть люди, которые в погоне за заработком, они не успевают отдыхать, они там на себе экономят, они не путешествуют. Ну вот нужно тоже себя любить, нужно делать себе любимые подарки, потому что это тоже приятно, это тоже счастье, это тоже, когда нам хорошо, да, когда мы путешествуем, познаём этот мир, когда мы привозим какие-то сувениры, подарки своим родным, близким. Ну это всё счастье. Поэтому берите фитнес-клуб, абонементы, покупайте себе те вещи, которые нравятся, начните параллельно, может быть, там реализовать свои мечты, например, кто-то хотел научиться английскому языку, или учиться на гитаре играть, на пианино, танцевать. Вот живите так, чтобы вы сами себе завидовали. Ну, хороший вопрос. Да, чтобы вы радовались, да, чтобы вы знали, чтобы все люди знали, что вы танцуете, вы гуляете, вы занимаетесь фитнесом, вы путешествуете, вам классно, вам хорошо, вы счастливы, довольны жизнью. Я думаю, это и есть успех, когда вот вы всё-таки стремитесь к гармонии во всех областях жизни. Ну, здорово. Я думаю, что на этом мы завершим, на этой прекрасной ноте, хотя оно было всё видео у нас прекрасное, потому что эмоции Ларисы, они настолько заряжают. И я думаю, что для молодёжи или для начинающих есть хорошие полезные советы, возможно, ими можно воспользоваться. Вот, а на сегодняшний день мы говорим с Ларисой до свидания, мы не прощаемся и желаем всем добра, мира и любви. С вами была Татьяна Данилова и Иванова Лариса. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Я желаю всем счастья и успехов. До новых встреч. Пока.